Президент России выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Это послание стало пятнадцатым для Владимира Путина. В 2019 году оно было посвящено преимущественным вопросам внутренней политики страны. Сегодняшнее послание главы государства носило ярко выраженный социальный характер. В своем обращении к Федеральному собранию президент затронул темы, которые касаются здравоохранения, социальных выплат, ипотеки, новейшего вооружения страны, сотрудничества внутренней и внешней политики государства. Послание президента России к Федеральному собранию продолжалось 1 час 31 минуту. Ключевой задачей, которую определил Владимир Путин, стала задача сбережения народа, в том числе оказания всемирной поддержки российским семьям с детьми. Глава государства заявил, что в этой сфере уже подготовлен целый пакет законопроектов. В частности, президент предложил уже с 1 июля удвоить размер пособия по уходу за детьми инвалидами с детства первой группы. Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тысяч рублей. Предлагаю уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тысяч рублей. Понимаю, конечно, что и это немного. И тем не менее, такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребенок нуждается в особой заботе. Кроме того, Путин заявил о снижении налоговой нагрузки для многодетных семей. Шагом к этому, по его словам, станет увеличение федеральной льготы на недвижимое имущество. Также он предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми. Еще одной мерой поддержки семей, где родится третий и последующий ребенок, станет частичное погашение ипотечного кредита напрямую за счет федерального бюджета. С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно, напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом с 1 января 2019 года. Пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года. Для бедных россиян глава государства предложил ввести социальные контракты. По подсчетам специалистов, такой государственной поддержкой за пять лет смогут воспользоваться свыше 9 миллионов человек. Говоря о банковских кредитах и взявших их граждан, которые лишились дохода, президент предложил ввести дополнительные гарантии. В частности, речь идет об ипотечных каникулах. Еще одна важная тема, которую отметил глава государства – индексация пенсий. Президент заявил, что с этого года она должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионеров. Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала, сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии ежемесячных денежных выплат. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили. Говорил Владимир Путин и об улучшении качества медицинских услуг. Президент поставил задачу к 2021 году полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники. Отдельно Путин остановился на проблеме борьбы с онкологическими заболеваниями. В послании прошлого года предложил реализовать программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. За ближайшие шесть лет направим на эти цели не менее одного триллиона рублей. Речь об организации своевременного, эффективного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь. Чтобы увеличить приток медицинских кадров в российские регионы, президент предложил поднять возрастную планку для участников программы «Земский доктор». Острый вопрос для первичного звена здравоохранения – это дефицит кадров. Здесь надо, наряду с комплексным развитием медицинского образования, нужны меры, которые дадут быстрый результат, быстрый эффект. В этой связи предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город. Врачи – миллион рублей, фельдшера – 500 тысяч рублей. Еще один важный вопрос для всех российских регионов, который поднял своей речи президент России – утилизация мусора и ликвидация свалок, расположенных в городской черте. В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за 6 лет и все остальные. При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8-9% до 60, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора. В заключении глава государства отметил, что добиться поставленных целей можно только объединяя усилия в консолидации общества и включенности граждан в дела страны.